Пока младшая группа обедает, старшая в лице родителей делает в соседней комнате ремонт. В детском садике колокольчик в горячем ключе. Таким распорядком дня никого не удивишь. Дети едят, а мамы и папы облагораживают дошкольное учреждение. За свои деньги родители даже покупают моющие средства. А сам садик явный привет из 70-х. Город тоже напоминает обветжалый памятник, за которым редко ухаживают. Достаточно свернуть в центральный городской парк. Разбит асфальт, отсутствие урн, а на аттракционы страшно даже смотреть. Лично не знаю, как ваше мнение, мое, то есть парка здесь особо я не увидел. Ну, 4 года назад лучше было. У нас все хуже, хуже делается. Надо, наверное, что-то подделывать. Пальсезонный парк надо делать. Не подделывать, надо делать, надо создавать парк. Понять, что да будет парк. А сегодня это, я еще раз говорю, что это нечто похожее на парк. Или что-то сделанное под парк. А парка я не ощутил. То, что горячий ключ – курорт, заметно только на дорожном указателе. То ли шутят, то ли нет местные жители. Чтобы узнать, что реально происходит в городе, главе региона достаточно вне запланированного маршрута выйти на автобусные остановки. Поселок Привеченский. У нас постоянно света нету по всему Привечке. Дороги очень плохие. Воду с работы таскаю. Дитя, дети не купанные, вон черная голова. Это вообще ужас, конечно, какой-то. В 21 веке самая главная вода. Вы знаете, мы как на задворках империи здесь, честное слово. Эта проблема возникает почти каждое лето. Сколько лет она возникает? Вот смотрите, мы начали подключение к этой системе с 2009 года. То есть 6 лет, грубо говоря. Да, грубо говоря, 6 лет. То, что надо делать, это бесспорно. Вопрос за какую цену. Вот это самый главный вопрос. Вы написали заявление и все, с плеч долой к сели, просчитали и обозначили не проблему, то, что он ее поднимает и его никто не слышит, а то, что просто есть цена вопроса и обозначить цену вопроса. Впечатлениями от увиденного Кондратьев делится на совещании в местной администрации с городскими управленцами. Признается, ожидания были гораздо оптимистичнее. Но вместо современного курорта – город, застрявший в прошлом столетии. Должен быть чистый город, чистые улицы, остановки. А пока и остановки нехорошие, и мусор за ними присутствует практически везде, где мы проехали. И трава некошенная, непонятно почему. Точные разбросанные застройки, которые завтра, воеденный облик вы не соберете, потому что сегодня уже профуковаете завтрашний город. Это то, что я увидел. Я думаю, вы из меня-то увидите. Коллеги, не нужно здесь делать другу реверансов и стесняться общения, потому что там, где не хватает денег, я это понимаю и это услышу. Но там, где не хватает рук или желания, вот это никогда не пойму и не услышу. А это видно сразу, это разительно видно. Главный вопрос о том, почему «Горячий ключ» остался чуть ли не в Советском Союзе, Кондратьев задает его главе. И дело не только во внешнем облике курорта. Город отстает по многим показателям. Например, по экономическому развитию в регионе он аж на сороковом месте. Николай Шварцман говорит, оправдываться не будет, о проблемах знает. Но все не столь критично, считает руководитель муниципалитета. Просто путь для объезда краевых властей сегодня был не такой, как всегда. Маршрут, который, естественно, выбирали, вы нетрадиционный. Я поехал там, где живут люди. И сегодня, честно говоря, местами хотелось, как говорят, провалиться можно было. Наверное, провалился. Ну, наверное, просто нужно всем немножко, вы абсолютно правы, по-другому посмотреть на себя, на меня, на всех и, наверное, двигаться вперед. Не видят этих проблем и руководители ТОСов рассказывают, что на их территориях полный порядок. Но на вопрос, кто готов сегодня показать этот идеальный микрорайон, в зале тишина. Если у вас все хорошо, то послушаем, что скажут люди. Договорились? Какой ТОС выбираем? Кому едем, говорю, после совещания? За два с половиной года поток туристов в горячий ключ снизился больше, чем на 15%. Это в то время, как все остальные курорты края сегодня выходят на новую ступень и соревнуются со многими европейскими. Но вместо горячего ключа на воды даже кубанцы едут в Есентуки и Кисловодск. И это при том, что у города сегодня есть возможности, уверен руководитель региона. Но только если работать над будущим курорта каждый день, а не наскоками. Это ваш город. И вашим детям, я надеюсь, здесь жить. И внукам. И вы хотите, чтобы он был красивый и цветущий. К вам в гости приезжают, вы хотите показывать великолепный город, гордиться им. Сегодня это не получается. И если мы системно не подойдем к проблемам города, системно, никогда город мы красивым не создадим. И для начала Кондратьев предлагает разработать общую концепцию развития, которой сегодня в горячем ключе попросту нет. Переделать город прошлого в современный курорт возможно. Но только если у местных властей будет пошаговый план действий. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко. Кубань-24. Горячий ключ. Продолжение следует...